У всех витаю! Вы на канале «Сейчас». Мене зваты Ангелина Пычек и разум зимой Фикрет Шабанов, президент канадского аналитичного центра «Консултейшнс он интернешннал полисы энд экономи». Фикрет, приветствую вас. Здравствуйте, рада видеть. Здравствуйте, взаимно приветствую вас и ваших, значит, стойких зрителей, слушателей и читателей. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, что вы нашли время с нами пообщаться, обсудить все главные события и заявления. Их в последнее время действительно немало. Я бы хотела начать из такого. На днях информационное пространство потрясло заявление Папы Римского Франциска. Журналист у него спросил о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку якобы не смогла дать отпор российским военным, и теми, кто утверждает, что это ликвидизирует действия агрессора. И вот, что сказал Франциск. Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага и ведет переговоры. Слово «переговоры» – это мужественное слово. Вот, кстати, образ белого флага, который использовал Франциск. Оно очень сильно не понравилось. В Украине действительно в нашем медиа заявили о том, что украинцы живут, умирают и побеждают под своим желто-синим флагом, поэтому другого поднимать не будут. Секрет, а как относиться к этому заявлению Франциска, и почему он призвал именно украинцев к переговорам, а не россиян, например, Путина, в первую очередь вывести войска? Ну, это немножко долгий вопрос. До вас у меня был эфир на другом канале, прямая трансляция. Я там всегда задавал вопрос, что два года назад, когда я начинал говорить про Ватикан, в Украине это вызывало смех. Цитировали слова Сталина, а сколько дивизий у Папы Ватикана? Теперь вопрос. Вы нашли, сколько у него дивизий? Что сейчас для Украины это стала информация номер один, даже не только министр иностранных дел Украины, но и исполняющий обязанности президента Украины, сделал вчера заявление про капелланов, которые мужественно и стойко сражаются на стороне Украины. Значит, все-таки моя версия или моя логика, для меня аксиома была верная, что одним из мировых центров власти, а в основном европейской или христианской, является как раз Папа Ватикана. Это первое. Второе. Если он вызывает такой, знаете, шквал, значит, ответов в Украине, то отсюда исходит понимание, что вас приглашают, вас, не Россию, вас приглашают за стол переговоров договариваться о перемирии, мире, разницы нет, в какую обертку ее обвернуть, но опять повторюсь, вас и за ваши интересы, за вас счет. То есть это, например, закрепление за тем, что уже де-факто находится под контролем Российской Федерации, а возможно еще другие условия. То, что публики Украине или общественности показывают какие-то вбросы информационные, что там, предположим, не будете членом НАТО и так далее, я считаю, что это мягкая посадка для украинского сознания, потому что там более строгие, более жесткие, а порой даже жестокие по отношению к украинской государственности, украинскому народу условия. Это первое. Второе. Папа Франциск обратился не к Украине, как вы это транслируете. Я считаю, что правительство Украины, президент, они воспользовались ситуацией, чтобы сыграть на определенную украинскую патриотичную массу свою роль, что вот мы стойкие защитники интересов Украины. На самом деле, Папа обращался с этим вниманием, я считаю, моё убеждение к тем силам, которые финансируют, которые заинтересованы, модерируют войну Украине, Украины с Россией. То есть не Украина напала на Россию, то есть передёргивать слова не нужно. Россия агрессор, она напала на Украину. Но мы с вами должны понимать, что в мире существует пять империй, постоянных членов Совета Безопасности. Ни одна из них не может сажать цветы. У неё функция, как у крокодила, проглатывать. То есть мы с вами должны понимать, что мы с империей столкнулись. Она проглатывает, она не сажает яблони, цветы. Поэтому, исходя из этой концепции, страны, которые находятся вокруг крокодилов, в кавычках я говорю, то есть империи, они должны выстраивать свою политику, сохранение своей географии, то есть административных границ, сохранение своей политической субъектности, что могла о чём-то либо говорить, выступать с инициативой, хотя бы локально на территории той географии, в которой они живут. Ну и, конечно, если есть возможность, даже выдвигать какие-то новые международные политические и экономические инициативы, которые носят созидательный характер, а не разрушительный. В чём же заключалась стратегическая ошибка Украины, когда ей сказали, что вы будете цель Европы? Конечно, я считаю, что вас обманули, что вы получите демократию, вы получите равноправные экономические возможности, вам откроют шлюзы технологий, вы будете интегрировать в Европу, развиваться и процветать. Но вы забыли об одной самой главной вещи. Когда вы говорите Украина цель Европы, вы должны понять, что есть Европейский Союз, это политическое объединение старой монархии государств Европы. То есть вы отдаёте свой политический суверенитет этой организации. Что это означает? Это означает, что все решения должны там приниматься как? Коллегиально. То есть если будет всеобщее, так скажем, согласие, ваши интересы, ваши политические интересы будут защищены в Европе. Но вы видите ситуацию с Венгрией, но вы видите сейчас ситуацию в Словакии. И вроде бы, знаете, глупому человеку ясно, что Украина защищается. Она хочет сохраниться. В Европе кто-нибудь даёт эту возможность? Ну, например, та же самая в Венгрии и Словакии. Мы можем говорить, что они плохие, но в своей европейской политике через вас они защищают свои интересы. Им не очень-то так интересно, что будет с вами. Понимаете? Поэтому обращение Папы, это было обращение к тем силам, которые намерены продолжать войну в Европе, потому что дальше война придёт в саму Европу, разрушит её. Именно здесь с этим связаны инициативы главного меча или главного тарана Ватикана Франции в её европейской политике. Поэтому я считаю, что позиция Украины, она по многим вот этим, значит, параметрам или ступеням, она всё время носила не системный последовательный характер, а системное болтание от маяка к маяку. Ну, давайте тогда вспомним, некоторое время назад был визит президента Украины, премьер-министра Украины, политических элит Украины в Ватикан. Почему тогда такое заявление сейчас против Украины? О чём вы там договорились? Почему Ватикан не стал вашим союзником, в вашем понимании? Почему он не стал требовать от того, чтобы, условно говоря, я говорю всё условно, потому что это условности, как вам преподносят, на самом деле идёт передел миропорядка и за счёт Украины. Условно, что оккупант Российской Федерации должна вывести свои войска с вашей территории. Почему Ватикан об этом не говорит? Ответ очень простой. Россия не обладает ядерным оружием. И этим ядерным оружием она предупредила по своим каналам и дипломатическим, и военным, и даже, скажем, полуофициальным Европу, что перейдёте красной линией, мы нанесём ядерный тактический удар. О том, что она может это нанести, или хотела бы этого нанести, вы, наверное, недавно слышали, сливы через сены спецслужб Соединённых Штатов Америки. Это предупреждение Европе. Это не предупреждение, что Россия плохая. Потому что Россия сейчас американцам нужна, как антикитай, а не вы, понимаете? Как экономический пассианс. Вы им не интересны, у вас ничего нету по сравнению с Россией, но им нужно стратегическое преимущество над Китаем, а это общая граница, ядерное вооружение, ну и, конечно, большая география. Это Россия. Зачем вы ей в борьбе с Китаем? А они для себя определили врагом номер один Китай, а не Украину или не Россию, понимаете? То есть нужно сходить, так скажем, как многоярусная лестница к этому подходить. Поэтому папа призывает дорогие люди, которые продолжают войну, остановить её. Но как её можно остановить? Только за счёт Украины. Я, кстати, хотела у вас спросить относительно этих сливов. CNN сообщили о том, что Соединённые Штаты в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине. Журналисты ссылаются при этом на анонимные источники в Белом доме. По их данным, в Вашингтоне были уверены, что после отступления из Херсона в августе 2022 года Москва будет готова применить в Украине тактическое ядерное оружие. А летом-осенью в 2022 году Совет Безопасности провёл даже несколько заседаний по обсуждению этой ситуации. Как вы считаете, Фикрет, реально ли сейчас такая угроза со стороны Российской Федерации? Тогда New York Times писал о том, что и благодаря в том числе коммуникациям Бёрнса и Нарышкина Бёрнс пригрозил, что никаких не должно быть даже заявлений в этом направлении, что якобы это помогло предотвратить в эту угрозу? Ну, дорогая Ангелина, большое спасибо за этот вопрос. Действительно, для меня личностный план имеет большое значение как для аналитика. Ну и, конечно, в большем своём понимании имеет большое значение для человечества и персонально для Украины, на территории которой могло быть использовано это оружие. К сожалению, это беда человечества. Ну вот, смотрите, в прошлом году, приблизительно в начале июня, в конце мая, я на канале Натальи Масичу заявил, что по Украине, назвал цифру, 17 июня будет нанесён или ядерный удар, или использована грязная ядерная бомба, или взорвут какую-нибудь атомную станцию. На что я ссылался, и это я привязываю к вашему вопросу, на что я ссылался? Я читаю системно-американскую и российскую прессу. Не то, что вам people показывают, чтобы вы это, как говорится, в сознании своём принимали. Есть специальные закрытые, полузакрытые источники научных конференций, аналитических центров, закрытые конференции, куда я приглашён или езжу. На этих конференциях, на этих закрытых докладах серьёзно обсуждалось применение ядерного оружия на территории Украины, потому что после города, который, в принципе, Россия выводила свои войска, была угроза активного участия Запада в переводе этой войны на территорию России. Вот чтобы не перешла эта война на территорию России, было решено, в России было решено, применить пугающий, упреждающий ядерный удар. И это решение они озвучили, условно говоря, по своим закрытым каналам в мае месяце. Но первые наработки появились в апреле прошлого года. Поэтому, когда мы этот вопрос обсуждали, в Украине отнеслись к этому с юмором, стали задавать вопрос, а где 17 июля? Я задавал всегда вопрос, а ваш же президент, ваши руководства сказали, что это будет 6 июля, почему вы не задаёте вопрос своему президенту? На что оно опиралось, когда делал это заявление? На мою аналитику? Значит, я хороший человек. Если не на мою аналитику, и я ошибался, и они ошибались, тогда вопрос в другом. И вот вопрос в чём другом? Мы с вами сейчас увидели в том, что это было решено. Первое. Второе. Что касается Бёрнс пригрозил. Ну, СНН – это демократы, они сейчас у власти. И мы с вами должны понимать одну вещь, что это специальная информационная утечка с точки зрения того, что Россия готова, готова была и может нанести ядерный удар по Европе. То есть, это косвенный ответ папе Франциску, что не надо делить Украину, понимаете? Потому что делёшь Украины, это означает создание вот этой зоны пояса безопасности, ну, например, по Восточной Украине, куда российская армия дойдёт, заберёт, и вы там остановитесь, и всё. И Европа будет продолжать дальше заниматься своими делами. Вашингтон говорит, такого не будет. Что это означает? Это означает, или целая Украина с её территориями, или никакая Украина, но тогда Россия нанесёт по вам удар, потому что вы создаёте вот эту зону безопасности для чего? Для дальнейшего грабежа как Украины, так и России. Почему грабежа? Санкции, это означает, что Россия, официально с Россией нельзя вести бизнес. Но это не означает, что ей с ней нельзя вести бизнес через заднюю дверь, понимаете? Заднюю. Поэтому сейчас основным поставщиков многих деталей ракет, я не знаю, ещё какие-то технические принадлежности, время от времени ваше СБУ, ваша власть показывает о том, что там существуют определённые компоненты из Европы, и в основном это французские компоненты. Вопрос, если Россия под санкцией, как вы продаёте, значит, товары двойного назначения, высокотехнологичного, в Россию, как они там оказываются? Или у вас не государство, или у вас банда. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мир это бизнес. На Западе этим бизнесом занимаются не первое столетие. Мы с вами, выходцы из СССР или выходцы из так называемых новых независимых государств, мы с вами ещё не осознали, потому что мы видим бандитов, которые грабят страну, и видим тех, кого грабят. Но мы не знаем, что такое государственный капитализм, когда страна строит доктрину, где её олигархи, политические элиты или транснациональные корпорации зарабатывают, финансируя это государство. То есть, они являются, так скажем, денежным мешком государства. Не будет денежного мешка, не будет государства. Поэтому они ведут свой бизнес с Россией за счет Украины. И последнее. Два года назад, когда я впервые появился на ваших каналах, я объясняю, что война в Украине, эта война называется германский вопрос. Украина, как таковая, никого не интересует. Украина, как таран. Украина, как, значит, использовали все ваши слабости, хорошие человеческие слабости, ваш патриотизм, ваша уперстость, а я не знаю, ваш героизм, ваш дух, всё это использовали, вы понимаете, мир состоит из цинизма. Вы просто это не поняли, вы не просчитали. Сейчас вы попали в эту ловушку. Им нужно через вас затянуть в эту войну Германию и Россию, потому что окончательно будет поставлен вопрос, что будет с Европой. Здесь союзником России выступает Франция, не обманывайтесь, Франция. И заявление Папы Франциска, то есть Ватикана, о том, что Украина, поднимай белый флаг, это означает, давайте делить Украину, больше ничего не означает. И вторым показателем, конференция в Женеве по так называемому мирному соглашению по Украине. Вопрос, о каком мирном соглашении вы говорите, если два года вы не можете заставить Россию вывести свои войска, вы не можете заставить Россию перестать бомбить ваши города. если вы этого два года не делали, а зарабатывали деньги, делали бизнес, но тем самым истощает также Россию, вы делали бизнес. Сейчас что вы предлагаете? Женева это лозангский мирный договор, это раздел, вспомните историю. Я полгода назад сказал, ребята в Украине, дорогие, те, кто затеяли войну или проводят войну, прекрасно знают историю. Возьмите историю, вернитесь назад сто лет. Мы ее сейчас повторяем, ничего не изменилось. Те же страны, те же территории, те же интересы, больше ничего. И мы приближаемся или к Мюнхенскому сговору разделить Украину, или втянуть в эту войну, то есть отложить войну с Германией через год, через два. То есть подготовить плацдарм, когда Германию все-таки втащат. Или сейчас ее втащат в войну. В любом случае война в Украине закончена только тогда, когда в эту войну, с одной стороны вступит Германия, а с другой стороны Россия. Господин Шабанов, а как тогда реагировать нам на то, что сейчас в публичном поле Эммануэль Макрон, президент Франции, начал дискуссию об отправке войск на территорию Украины. Я напомню, еще 26 февраля на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Евросоюза в Париже ему задали вопрос об отправке войск. Президент тогда ответил, что ничего не исключено и позже также говорил о том, что нет никаких красных линий. Потом, после этого, ряд европейских лидеров начали не соглашаться с Макроном и говорили о том, что это красные линии, через которые нельзя переступать. То есть, сейчас мы видим, что как раз Макрон на стороне Украины. вопрос, конечно, о том, почему он уже третий раз отменил поездку к нам анонсированную, но тем не менее, вот как вы видите. Смотрите, дорогая Ангелина, тут какая ситуация. Я повторяюсь, просто на других каналах говорю, у вас тоже повторюсь. В списке 16, там 15, и 16 является Париж. В списке государств, которые помогают Украине и деньгами, и оружием, является Париж. По мощности она должна быть первой, ну, хотя бы третьей, после Лондона и Вашингтона. Но она 16, там на пятом, на седьмом месте находится государство Прибалтики. То есть слово на пятом месте означает, сколько у них возможностей, какое население и чем они могут помочь. То есть одно дело, когда у вас две машины, вы одну даете, это 50%. А когда у вас тысячу машин, вы даже не даете саму машину, вы даете рухлик, на, собирай. Вот Франция с вами так поступает. Это первое. Второе. У Франции длительный исторический опыт интернационализации любого конфликта. Через юридические соглашения, договора, или, я не знаю, какие-то намерения, она заходит в этот проект, которым ей места нет. У меня на канале есть про Арктику. Она никакое отношение к Арктике не имеет. Но она пролезла туда через юридические международные соглашения, как будто она член или имеет отношение к Арктике. Для чего? Для того, чтобы когда будут делить Украину, она имела свой пирог. Она хочет сесть за стол переговоров с пирогом для себя. Но у нее карты слабые. Европейцы подписываются? Нет. Великобритания сказала, что не надо вводить на территорию Украины войска. Дальше идем. Кого же она подключает, чтобы сесть за стол? Ей же нужны сильные карты, козыри за столом. Она подключает Молдову. Делает с ней договор. Поставляет ей какие-то радиолокационные станции. вынуждает Молдову выйти из договора до 90-х годов об ограничении всех видов определенных видов вооружения и так далее. Она заявляет о том, что в принципе в Молдове будут находиться какие-то французские легионеры военные и так далее. Прицел-то ее в чем заключается? В Приднестровье. Так ведь мы должны понимать, что Российская Федерация официально заявила, что Приднестровье является нашей территорией. А что является сухопутной границей для проникновения России на Приднестровье? Одесса. Так вот, французская модель заключается побольше захотеть, чтобы получить тот минимум, который я могу получить раз. И во-вторых, не имея отношения к этой ситуации. Не Словения, а уж тем более Германия, она не сядет на французский крючок. Потому что главный фокус соглашения между Россией и Францией это загнать Германию или противопоставить Германию между Германией и Российской Федерацией. То есть, лобовое столкновение. Поймите, эти доктрины 500 лет не меняются, Ангелина. 500 лет не меняются. Если, например, наши читатели просто возьмут почитать 1900 год, 1812 год, поверьте, имена фамилий и другие и методы ведения войны, суть или цели одинаковые. Ничего не изменилось. вот это я хочу сказать, что французские обнадеживающие слова это сказка про то, что она может и хочет получить за счет Украины и естественно эта система опять манипулированием Украины как будто ей дают надежды. Это определяется политикой Ватикана. Не хотите сесть за стол? Макрон не приедет. Не хотите сесть за стол? Обещанные деньги из Евросоюза вы не получите. Это вот так работает. Господин Кубанов, но с другой стороны вот даже если рассмотреть вопрос переговоров так называемой заморозки ситуации мы же понимаем, что Российская Федерация она не успокоится, что Путин пойдет дальше через год, через два, через три. Они же не просто так говорят о том, что Одесса это русский город, о том, что нужно возобновить эту справедливость. Также мы понимаем их планы на Харьков и конечно же наверное Путин мечтает о том, чтобы захватить Киев и всю Украину. Это то, что мы слышим каждый день от наших военных. Они же там на фронте они видят ситуацию, они видят, что они готовы просто бросать в местные штурмы очень много российских солдат и всю дорогую очень технику для того, чтобы отбить какой-то очередной кусок земли. Ну то есть наверное невозможно дипломатическим путем как-то остановить это все, судя по тому, что мы видим. Ну во-первых, вы абсолютно правы, что дипломатическим путем это не может уже остановиться. Поэтому этот крокодил, я имею в виду империя, Россия, в свое время оттяпала эти все земли. Она присоединяла к себе. Сейчас мы не будем вдаваться истории, потому что если уйдем в историю, весь мир должен утонуть в крови. Мы сейчас должны исходить из того, что сейчас в 21 веке у нас есть. А у нас есть вот эти границы, которые все мы признали. Теперь вопрос решить, как мы дальше будем на этой планете жить. Планета иссякает водой, продуктами питания и минералами. Вот битва за это. Кто будет контролировать логистику, тот будет контролировать и так называемые IT-технологи. Кто достигнет вот этого могущества, тот на планете Земля будет и хозяином, и модератором. То есть идет борьба за выживание наций и народов. Россия ведет свою войну. Мы с вами считаем, что она несправедливая. Мы с вами, то есть я говорю и я и вы, мы считаем, что она агрессия, это оккупация. Мы все понимаете это озвучиваю. Кто-нибудь нас слышит? Нет. Кто нас поддерживает? Те страны, которые с Россией торгуют. Это раз. Те страны, которые хотят развалить Россию, потому что ей нужны ее ресурсы. Это два. Так кто из нас более аморальный? Мы, которые требуем справедливости. А они считают, что у нас денег нет, у нас оружия нет, у нас ресурсов нет. Значит, мы никто и ничто. Мы не состоялись. А вот у них все есть и деньги, и оружие. Они состоялись. Просто я хочу сказать, что ни Россия, ни Франция друг от друга ничем не отличаются. Поэтому эта война будет продолжаться, пока, как говорили классики марксизма, кризис капитализма, товарно-денежных отношений не решится войной. Кстати, я об этом, господин Шабанов, у вас и хотела спросить, почему Шольц боится. Мы же видим, мы же, давайте так, мы же понимаем, что дискуссия есть, что эти пленки настоящие, что действительно военные в Германии обсуждали вероятность отправки войск в Украину, а также вероятность ударов ракетами Таурус по мосту, скажем так. И, понимаете, я вот как раз и пытаюсь понять, неужели нельзя дать все вооружение и все финансирование, которое есть сейчас в Европе, которое есть в Америке, и закончить войну, которую начала Российская Федерация. И также, возможно, в этом могли бы нам помочь удары по территории Российской Федерации по военным объектам. Вы же посмотрите, что мы сделали с Черноморским флотом, как сейчас паникуют там в Кремле из-за этого. То есть мы видим, что наши силы обороны и вооруженные силы Украины делают невероятную просто, очень большую работу. Просто дайте нам все необходимое для того, чтобы остановить и закончить эту войну. Дорогая Ангелина, я пытаюсь до вас достучаться, что это бизнес. Теперь объясню, что я имею в виду. Во-первых, с Черноморским флотом поступили ваши профессиональные солдаты, но это благодаря инструкторам и технике Лондона. Это первое. Главная цель англосаксов это вытеснить Россию из Черноморского флота, где вашими руками уничтожается все могущество старой технологии, больших качеств, разницы нет. В России, в Черном море. Это первое. Давайте эти вещи разделять. Но это делаете вы. Это абсолютно однозначно. Второй вопрос. Когда вы говорите, почему вам не могут дать? У меня вопрос. А зачем в Европе, которая вся состоит практически из хлюпиков, боеспособная, ну, например, трехсоттысячная боевая армия Украины, которая имеет богатый военный опыт? А вдруг завтра украинцам скажут, слушайте, вот в Евросоюзе вы не имеете права сажать зерно, будут сажать, например, Германия и Дания. Как поступят вот эти 300 тысяч солдат украинцев, которые, ну, большая часть это аграрные люди, то есть из сел, из хуторов? Будут они защищать свои интересы в Европе? Конечно. 300 тысяч солдат вдруг ринутся в Европу и скажут, будет наш закон. Нужны ли в Европе проблемы профессиональной армии Украины? Нет. Это первый вопрос. Второй. Они датируют свой аграрный сектор. Вдруг появляется дешевая рабочая сила, большие плодородные земли, по себестоимости дешевое зерно, что вы сейчас видите, или другие аграрные продукции, вы уничтожите аграрный рынок спекулятивный, инструментально управляемый еврочиновниками, потому что они выделяют деньги тем странам, которые являются, так скажем, союзниками Ватикана и получают корпорации деньги, которые выполняют приказы Ватикана. Это там так встроено. Там вы и я, будучи гражданином Дании и Гренландии, не сможем получить большие дотации. То есть вдруг появляется богатый, дешевый, качественный, пока не испачканный ГМО, аграрный сектор Украины на европейском рынке. Вы же их убьете, экономику аграрную убьете. Вы им нужны? Это второй вопрос. Третий вопрос. У них большинство специалистов обучалось в частных вузах, за которые платили большие деньги. Это тоже сегмент пирамиды экономики Евросоюза. Вдруг люди, которые получили бесплатное образование, но имеют те же самые качества знаний, хотя бы в атомной промышленности из Украины. А нужна ли атомная промышленность Украины на европейском рынке? Францию, например, в Казахстан через Азербайджан не пускают, а Украину Азербайджан пустят. Вопрос. Нужен ли конкурент на европейском энергетическом рынке, например, как Украина? Нет, не нужен. Я могу этих причин миллион привести. Понимаете? Вы им нужны как инструмент торговли с Россией. Пока так. Но для других вы им нужны как инструмент взаимного ослабления. Вы ослабеваете, вас выкупают за копейки, потому что для того, чтобы выжить, вы влезаете в долги. Вам дают долги. Что-то должно быть гарантором, понимаете? Именно поэтому американцы говорят, давайте мы дадим кредит украинцам, но что будет залогом? Мы же с вами взрослые люди. Что такое кредит? Это что-то должно быть заложено. Просто так не дают деньги. Это первая часть марлезонского балета. Вторая. Мы же уничтожаем корабли в Черном море России. Мы перетягиваем большие, огромные ресурсы России на себя. То есть погибаем украинцы, защищая свою территорию, но также ее опустошаем. То есть мы создаем ситуацию, когда Россия ослабевает. Для чего? Для того, чтобы Россию повернуть против Китая. У американцев в доктрине первым врагом является в их понимании Китай. У американцев сейчас, когда они сменили мадам Нуланд, пришел человек, который отвечает за антикитайскую политику. Там нет Украины. Поймите. Кого назначили на место Нуланд курирует Украину, господин Абасов, он профессиональный разведчик. И он разведчик, востоковед, не украиновед, понимаете? Это Турция, это Иран, это арабские страны, это Пирсидский залив, но там Украины нету. Поэтому я хочу сказать, что и на Украину сейчас они будут смотреть в рамках большой ближневосточной войны, но не в рамках европейской войны спасения Украины, или сделать так, чтобы Украине было хорошо. Могут ли они деньги дать? Конечно могут. Они же их не зарабатывают, они их печатают. Могут ли они вам дать технику, которая у них на складах валяется? Могут. Вы представьте себе аморальность. Снаряды отправляли в Украину из Израиля американские, но как только война началась Израиля с палестинцами, эти снаряды обратно, по-моему, 50 тысяч или 70 тысяч снарядов обратно отправили в Израиль. Если вы для них важны, зачем их обратно отправлять в Израиль? Понимаете, по градации мы с вами должны понимать. Я хочу сказать так, Ангелина, мне один подписчик написал, когда тебя слушаешь, потом в общем себя плохо чувствуешь. Просто я хочу объяснить вам, проснитесь, ваша сила заключается в вашем единстве народа, в единстве вашей армии, ну и, конечно, пока временно исполняющих, в единстве вашей политической элиты. Если вы все трое будете бить в одну точку независимости, не Украина это Европа, Украина, Европа это Украина, поставьте вопрос по-другому, потому что вы находитесь в центре, в сердце Европы, пусть они за вас дерутся, а не вы за них, понимаете, пусть они за вас платят, а не вы платите своими солдатами. Вот вопрос, черт, ваше искусство, это искусство образования, искусство талант и знания перевернуть шахматную доску. К сожалению, вас настолько и психологически загнали в то сознание любой инакомыслящий. Украина единственная страна в мире, где каждый второй профессионал по агентуре ФСБ. Кто по-другому говорит, все, он агент ФСБ. Инакомыслие не есть преступность против украинского государства. У вас есть такие же мозги, как и у других. Вы можете отсеивать зерна от плевел, вы можете для себя получить то, что для вас нужно рационально. Нет истины, понимаете? Нет, она абсолютно не бывает. Только у пророков, у Бога бывает. Я что хочу до вас донести? Чтобы вы открыли свои глаза. На вас делают деньги. Перестаньте быть предметом купли-продажи. Я имею в виду как страна. Перестаньте быть предметом купли-продажи как народ. Вы постарайтесь перестать слушать то, что вам вдалбливает в голову, потому что управляя вами, они зарабатывают. Это хочу объяснить. Господин Шабанов, я, кстати, хочу вас еще спросить ваш прогноз, что будет в Соединенных Штатах Америки. Там же тоже выборы, большое политическое событие. Сейчас очень много дискуссий, кто же станет следующим, останется Байден или, возможно, будет снова Трамп. Важно ли нам, Украине, как вы думаете, кто будет в Белом доме, Трамп или Байден, и сможет ли, например, Трамп, если он вернется в овальный кабинет, действительно, как он это обещает, закончить войну так быстро, там за, по-моему, 48 часов. Дорогая Ангелина, вот ваш вопрос тоже разделю на две части. Первая часть. Если мы говорим о том, что Байден или Трамп, но вы же не можете выстраивать, так скажем, политику с президентом. Почему? Ну, например, Байдена обнимали, стояли в очередь, лишь бы к нему попасть. Сейчас супругу первого лица отказывается лететь на какое-то мероприятие, так скажем, которое будет проводиться в Америке. Ну, это логично и цинично, что вот, в общем, он не будет проходной или он нам не помогает, мы обиделись и мы так далее, так далее. Так политику не делают. На эмоциях даже в семье не живут, понимаете? Потому что эмоции и даже семью разваливают. А тут государство. Это первый вопрос. То есть, он заключается в том, что вы не умеете выстраивать отношения с персоной, которая возглавляет страну. Вы смотрите на его личность, она вторична. Но главное для вас понимание, кого он представляет, какие интересы он представляет. Он провозглашает не то, что он будет делать, а то, что ему дали. Он выбран, так скажем, главным менеджером, который будет проводить эту политику. Это первое. Второе. Если мы судим о Байдене, о Трампе, я в прошлом году на американском канале сказал, что ни один из них не будет президентом. Это другие причины, почему. И меня убеждали, что Трамп, он пройдет президентом. Я сказал, во-первых, это Америка. И я ни на что не намекаю. Просто можно посмотреть историю Америки, ну, например, семью Кеннеди. Во-вторых, я задаю вопрос. Президент Трамп был президентом. Он еще власть не отдал. Какие же силы его заставили отдать власть? Он мог его не отдать. Он располагал всеми полномочиями президента, конституционно. Там, по-моему, через месяц он их отдал, там через полтора месяца. Вопрос не об этом. Вопрос о том, что какой выбор сделает доктрина США. Доктрина США, а сейчас в Америке, на данный момент, управляет Америкой, как мозговым центром, Аспинская группа. Она нацелена на антикитай. Чтобы мы с вами понимали. Одним из видных лидеров Аспинской группы как раз является Энтони Блинкер. Что я хочу сказать. Трагедия любого государства, любой нации, которая ищет взгляд, смех, жестикуляцию в твою сторону какого-то большого, хорошего дяди, что он придет и нам поможет. Так на Востоке есть пословица «Ты сам начинай, а когда ты будешь доказывать, что ты на этой земле имеешь право жить, ты самостоятельный, субъектен, но у тебя нет ресурсов, с тобой нужно считаться, они сами к тебе придут. Но пока вы ищете доброго дяди, Путин плохой, вам другой придет, будет хорошо. Не будет хорошо. Это война не про Украину, это война про Германию. Уйдет Байден, придет Трамп, будет хорошо, он закончит войну за 24. Я скажу, как он закончит. Он не придет к власти, мое мнение. Он просто скажет 24 часа, или я говорю Вова Путин, бомби Киев. Что вы сделаете? Всеми ресурсами, сейчас Россия вас обманывает опять, не всеми ресурсами ведет с вами войну. Управляемая война, она управляется и Россией. То есть Россия и самой тоже управляет эту войну. Она степ бай степ повышает свои аппетиты. Для чего? Она тоже не хочет столкнуться с ядерным ударом по своей стране. Поэтому если она быстро и резко начнет двигаться, то это приведет к чему? Уже Франция не будет торговаться Украиной, Франция будет понимать, что угрозы есть. Она может применить ядерный удар. Тем более у нее ядерные ракеты находятся не на суше. Подводных лодках. Это ядерные удары тактического. Не в нашем классическом понимании, что там в общем полмира не будет. Нет. 500 километров, полторы тысячи километров радиус и так далее. Несколько городов. Но вопрос же не об этом. Вопрос стоит о том, что украинская политика, украинский народ должен для себя понимать одно. Сейчас тяжело. Находится на очень высоких эмоциональных критических позициях. То есть черное и белое, другое не принимает. Я думаю, что необходимо трезво посмотреть на жизнь. Ваша сила кроется в вас самих. Ваша победа в вас самих. А не в дяде Сэме, добром дяде Володе или Жаки Шираки из Франции. Понимаете? Пока вы этого не научитесь понимать, вы никогда не победите. Да, много, вы сказали очень много моментов, которые хочется обдумать, продумать, переслушать. Господин Шабанов, хочу, конечно же, спросить у вас, как вы думаете, что будет происходить в самой Российской Федерации? Вот мы сейчас увидели, что Кремль убил Алексея Навального, что мы увидели это убийство, мы видели реакцию мира на это все. И сейчас анонсировали либеральные политические силы. Митинг, он называется «Полдень против Путина», акция, которая будет происходить 17 марта в день так называемых голосований, перевыборов Путина. Что-то это даст? Народ оживает в России, он увидит, что происходит, какая у них власть. Или ничего в новом году, в 2024 не изменится, так скажем. Ну, смотрите, так скажем, проецировать, что будет в России, достаточно сложно. Во-вторых, я бы хотел, честно говоря, не обсуждать судьбу Навального, потому что усопших или хорошо, или никак, а я лучше никак, это раз. И во-вторых, я считаю, что нехорошо говорить о человеке, который не сможет тебе ответить, это непорядочно. Поэтому я, если позволить, я не буду его обсуждать. То, что этот человек сделал для своей страны или делает, или будет делать после него его дело, это, в принципе, мы видели с самого начала зарождения этого дела, потому что появились определенные группы, и в том числе, так называемая группа господина Навального, она была посвящена попыткам реформировать или модернизировать управление своей страной. Почему, говорят, трудно прогнозировать Россию? Россия, во-первых, многонациональная страна, мы с вами должны это помнить. Во-вторых, каждая нация в составе Российской империи или Российского государства имеет свои особенности. Есть народы, они не славянские, но они готовы воевать за Россию, потому что в противном случае даже этого в состоянии политического, культурного образования этого народа может и не быть. Они не хотят его потерять. Это первое. Второе, есть определенные элиты или группы, которые арендовали Россию, они как менеджеры находятся внутри России, но главные бенефициары России находятся вне предела этой страны, потому что если мы будем смотреть на Россию как системное государство, которое воюет только за свои интересы, я думаю, что войны с Украиной у нее не было. А сейчас, почему я назову управляемая война, в России есть тоже элиты, которые втянули Россию в эту войну, они на этом делают деньги. Это раз. Во-вторых, таким образом они создают систему управляемого хаоса. Сейчас Россию разделить, расчленить на данный момент перед Западом не стоит. Я в прошлых эфирах говорю, снова повторюсь, Россия это корпорация. Корпорация, которую управляют менеджеры с российским паспортом, но главный бенефициар у большинства экономических пирогов Российской Федерации находится вне пределов этой страны. И это не какие-то страны или какие-то корпорации, например, Microsoft и так далее. Например, BlackRock, Vanguard, State Street. Понимаете? Они везде в российских компаниях имеют свои паи. Поэтому эта война за передел мира вышла на более высокий уровень. К сожалению, человечеству, которое не имеет образования, эти пассажи, эти месседжи, они иногда выглядят достаточно труднопонимаемыми, трудосваемыми или очень глупыми, вызывают сарказм и юмор. Но когда начиналась у вас война, 8 января, я написал статус, что начинается большая битва. У вас война началась в феврале. То есть я не прогадал. Когда я говорил в октябре, по-моему, на канале Шелест, что до февраля, до 15 марта у вас есть время быть гегемоном Европы. Потому что вступит Китай. И Китай начал с 29 марта и середины апреля визиты в Москву и так далее. Инициатива. То есть передел мира. Почему Китай полез к вам? Передел мира. Китай понимает, что Украина это Россия, а Россия это антикитай. И она будет участвовать в этом дележе мира, чтобы Россию не превратили в антикитай. Она за то, чтобы разделить Украину. Потому что если Россия захватит всю Украину и подойдет к границам Европы, это война с Германией, то ослабевшая Россия станет антикитаем. А в дальнейшем при децентрализации России, то есть это планы такие, будут ли они мы не знаем. Потому что для того, чтобы децентрализовывать Россию, нужно одну простую вещь забрать у нее ядерную дубинку. Пока этих месседжей мы не видим. Мы видим, что Россия партнер Вашингтона. Вы сами сказали про Бернса, про Нарышкина. Я иногда публикую в телеграм-канале. Они встречаются, они общают, они решают. Вы поймите, это когда главный, я не знаю, старосты деревни решают судьбу всех жителей деревни. Так и они. Это старосты, это градоначальники, они решают, что там на какой-то улице кто-то кому-то морду побил. Они между собой договариваются, улаживают конфликт, потому что это затрагивает их интересы. И пока это их интересы затрагивает, они будут работать, они будут сотрудничать, они будут общаться, они будут встречаться. Не надо думать, что там в Америке все так ненавидят русских. Нет. Это бизнес. И в России это бизнес. И в Америке. Только Россия сейчас воюет для того, чтобы сохранить свою страну в ее понимании. Мы с вами можем не согласиться. И я, и вы, мы скажем, это неправильно. Но в ее понимании НАТО подходит к ее границам. То есть следующий шаг 5, 10, 20 лет это расчленение России. Россия решила сделать на упреждение. То, что нужно здесь разделить. Я хочу сказать, что все демократические идеи, все эти вот финтифлюшки, которые подкинули вашему обществу, французская так называемая демократия либеральная, она не будет выживать. Сейчас мы ее в двух направлениях. Почему финансовый кризис сложился? Потому что идет борьба слишком праворадикальных с слишком леворадикальными взглядами. Поэтому в Европе к власти потихоньку степ-бай-степ приходят праворадикалы, фашисты, нацисты, националисты. О какой либеральной демократии вы будете говорить? Они же будут требовать хлеба, они же будут требовать воды, экономики, рабочие места сокращаются. Социальные пособия будут уменьшаться, печатный станок будет работать, и он будет увеличивать инфляцию. Это выльется в Гитлера номер два. Они это все просчитывают. Это законы экономики, природы человеческой. Ничто не может изменить. Поэтому здесь, как это в животном мире, каждый ведет войну за свое выживание в том понимании, как он его понимает. У вас с человеческим лицом, у них же таким, так скажем, крокодилем лицом. Это другой фактор. Они в своей институциональности, они правы, они ведут борьбу за выживание. Вы поймите, я не оправдываю Россию. Я, например, виню то, что я стал скитаться по миру именно за то, что Россия оккупировала совместно с армянами наш Карабах. Если бы она не пришла в Карабах, я бы не таскался по миру. Потому что мне нужно учиться, мне нужно развиваться, мне нужно заниматься бизнесом. Когда страна твоя в состоянии войны, ты ничего не можешь сделать. Не развиваться, не строить бизнес, ничего. Потому что все мысли народа страны направлены на мир, на создание мира, на возвращение своей территориальной целостности. Так работал Азербайджан. И два выбора переждать вместе с народом это или переехать, развиваться, чтобы помочь своему народу. Поэтому я думаю, что не надо себя обманывать демократиями. Мы в России увидим фашизм. Это тоже 27-28 год, когда вот те причины, которые я сказал, они будут изнутри разрушать ее. Но пока президент России или исполняющий президент России, скоро у него будут выборы, пока договоренности с Западом выполняет, вы поймите, если бы нужно разрушить Россию, вы бы все получили. Я это хочу до вас донести. Вы бы все получили, даже больше, я вам скажу больше. У вас депутат Гончаренко сказал про ядерное оружие. Я вас убеждаю, если бы нужно было разрушить Россию, вы бы получили ядерное оружие. Я вам это официально могу заявить. У вас есть специалисты, которые могут этим управлять. Почему не дают? Потому что не ставят перед собой эти задачи. Это хочу до вас донести. господин Шабанов, и вот хотелось бы услышать от вас прогноз, чего нам ожидать в ближайшее время, в 2024 году, судя по тому, как все быстро меняется и на эти все политические процессы, на войну в Украине. У нас тоже дискуссия, когда же это все закончится, когда мы победим, когда остановится. Какой ваш прогноз, каким будет для нас этот год? Я считаю, что всегда говорил в прошлом году и сейчас повторюсь, в 2024 год, и если вы посмотрите мои прошлые эфиры, я сказал, до весны у вас должно быть перемирие, потому что втягивать Германию в войну пока не готово, для этого нужны условия. Что значит условия? Германия тоже должна милитаризироваться, она пока не готова в войне, поэтому она выделяет деньги на перевооружение, на призывников, законы свои меняет и так далее, она должна быть готова к войне, потому что она должна к России пройти через Польшу, Польша следующая жертва. Теперь вопрос, когда у вас закончится? Пока не будет разбита Германия, а я думаю, что 2024 год это перемирие, дать год, полтора, что хотят немцы, чтобы они вооружились, 2027 и 2028 год продолжение этой войны, условно, в Европе мир должен примерно начаться после 30 года, как будут вас использовать? Через перемирие, то есть локальные на передовой линии будете стрелять друг друга, через активную фазу друг друга убивать, я не знаю, это знают другие, но политически или аналитически сейчас войну нужно заморозить, сейчас нужно ее заморозить, нужно дать шанс, в 60 странах мира, ключевых странах мира, будут выборы, вы мешаете со своей войной, вы влияете на их так скажем выборщиков, вы им не даете возможность, условно говорю, дать возможность проиграть свою картину, чтобы те люди, которые управляют, я имею в виду силой, остались у власти, зачем они замораживают конфликт в Израиле, это раскачивает Америку, нужно заморозить конфликт, перемирие, Рамадан и так далее, все это я хочу сказать, что они везде одинаково думают, просто вы на лестнице ниже, в их ярусе понимания мира уклада, я думаю, что ваша война будет заморожена, 25-й год будет подготовка к новой войне, скорее всего 26-й, 27-й год будет продолжение войны, если сейчас Ватикан не продавит вас, не заставит вас уступить вашей территории в обмен на создание тампонной зоны между Россией и Евросоюзом, а я думаю, что он не победит, война будет продолжаться. Господин Шабанов, спасибо вам огромное, очень много важных слов вы сказали, можно соглашаться, можно не соглашаться с тем, что мы услышали, но есть над чем подумать, это действительно так. Спасибо вам за то, что вы нашли время и вышли с нами на связь, прокомментировали все события, которые сейчас происходят вокруг Украины, эти все заявления. Сейчас, мягко говоря, непростое время, мы с вами сидеть или живем в этом всем, иногда даже не верят, что мы это все видим в своей жизни. Вам большое спасибо за то, что вы выдержали вот этот тяжелый разговор. У людей, к сожалению, я опять говорю, неправильное понимание. Если человек не говорит за нас, он наш враг, он ФСБшная консерва. Если я не поддерживаю русских, то я, значит, украинский, не знаю, чекист и так далее. Люди должны понимать, я не за Россию и не за Украину, я за справедливость. Какая она? Какую я признаю, так же, как и вы? Я хочу, чтобы вы уважали мою границу. Значит, я за территориальную целостность Украины. Этот вопрос не обсуждается. Но я хочу объяснить вам одну вещь. Моя жизненная позиция перестать человека, убивать человека. человечество достигло своего пика. Поэтому ядерный взрыв, он, в моем понимании, это вопрос созрел. Мы не знаем, кто станет жертвой этого ядера. Человечество должно ужаснуться от того уродливого своего существования, своей аморальности, убивать себе подобного, оно должно ужаснуться жертвами войны. Я не знаю, кого выберут в качестве эксперимента и на кого сбросит ядерную бомбу. Но это будет, потому что человечество забыло, что такое Бог. Игорь Чабанов, президент Канадского аналітичного центра Consultations on International Policy and Economy. З нами был на связи. Я вам вдячна еще раз. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал Сейчас. Коментуйте, будь ласка, нашу розмову, нам это очень интересно. И я вас так же закликаю поставить лайк под этим интервью, чтобы его побачили, какомога больше людей. Так, працюють алгоритмы YouTube, поэтому еще раз очень прошу сделать это. Спасибо величезно и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok